Переделал власти внутри самой власти. Поймал на какой-то крючок Назарбаева. Назарбаев мертв, политический мертв. Хоть с их глаза, все божьи роса. Просто распустить партию Нуратан. Удобным домом для грязных денег. Адвокаты, консультанты. Помогайте по-нашему. Необходимо принимать санкции. Общий привет, до стар, с вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Продолжаем серию интервью. Сегодня наш гость Серик Медитбеков. В 90-х годах известная фигура в казахстанском медиа-бизнесе. А с 99-го года он иммигрант. Мы поговорим о том, как в Европе разыскивают добро родни первого президента Казахстана. Серик, добрый день. Приветствование. Очень рад тебя видеть. Большое спасибо за приглашение на передачу. Серик, напомни, пожалуйста, какими медиа-активами ты владел в 90-х годах. Большое медиа-предприятие – это телерадиокомпания РИК, которая включала в себя радио РИК, радио МВС, ТОК-радио, русское радио, Казахстан, которая до сих пор вещает. Телерадиокомпания РИК в то время очень успешно развивалась. И стала предметом рейдерства со стороны семьи Рахата Алиева. То есть мы стали очень много времени уделять Казахгейту, которая в то время только начинала раскручиваться. Я коротко напомню, это дело, которое начало раскручиваться в Швейцарии по поводу господина Назарбаева. Там были найдены несколько миллиардов долларов, которые были оформлены на имя первого президента. И потом было заявлено о том, что нет, нет, это значит не личные деньги, это деньги казахстанского народа. Правда, они потом все равно куда-то пропали. И в том числе обнаружилась взятка, которую получила семья Назарбаева от Джеймса Гиффина. Это дело потихоньку начало тогда раскручиваться, и мы начали об этом говорить. Но ведь дело Гиффина в конце концов США закрыли. Нет, дело Гиффина не закрыли. Дело Гиффина закончилось в Нью-Йоркском сути приговором в отношении Гиффина и в отношении Назарбаева. То есть в отношении Назарбаева было, да, признано, что он получил взятку. Да, было признано в том, что Джеймс Гиффин являлся сотрудником ЦРУ. который дал взятку первому должностному лицу страны. Я так думаю, что как только в Казахстане пройдут какие-либо перемены, это дело будет снова возобновлено, но уже казахстанскими правоохранительными органами. Расскажи, пожалуйста, подоплеку суда в Лондоне с участием Дарьги Назарбаевой, который закончился 8 апреля, ну в апреле точно, в 2020 году, и после чего, менее чем через месяц, она была отправлена в отставку с поста председателя Сената. И вообще, связаны ли вот эти два события? Все события между собой связаны, по большому счету. Встреча началась еще, когда Рахат Алиев был жив и бежал из страны. И тогда появилась возможность судить его здесь, на Западе, в Австрии в частности. То есть мы выступали за то, чтобы Рахат Алиева не депортировали. То есть мы об этом делали заявление. Но так как страна не депортирует, она обязана по международному законодательству судить человека на своей территории. Это был 2007 год. Да. И тогда охранники, бывшие охранники Кожигирди нападали в суд на Рахата Алиева по небольшой материальной компенсации, которую этот суд они выигрывают. И при этом... Это что, запытки, да? Да. Речь идет о совершенно небольшой сумме, на которую адвокаты Рахат Алиева не обращают такого внимания. Но проходят сроки. Проходят сроки. И по новому запросу, так как сумма была не оплачена, у адвокатов, охранников Кожигирди появляется возможность истребовать счета, искать недвижимость, искать активы Рахата Алиева. Это по закону. И тогда начинают потихоньку раскручиваться расследования в нескольких направлениях и потихоньку выявляются активы Рахата Алиева. На Мальте, в Треции, на Кипре, в Лондоне. И в частности, таким образом, было найдено здание, о котором идет речь, на Беккер-стрит в Лондоне. Тогда, когда английский сервис фрауд офис попытался выпустить так называемый unexplained wealth order, то есть приказ о необъяснимом богатстве, который позволяет замораживать активы на территории Великобритании, тогда адвокаты Дариган Назарбаевой, пытаясь оспорить ОВО, дают в суд сведения о том, что Дариган Назарбаевой является замечательным, кристально честным человеком. У нее вот такие-то предприятия, дает целый список предприятий, из которых она оплатила покупку этого здания. Но мы совершенно точно знаем, что это деньги коррупционные. Они были отмыты на этих предприятиях. Спасибо адвокатам Дариган Назарбаевой. Мы часть предприятий не знали, но мы теперь о них знаем. И в частности, там были указаны деньги, которые якобы она получила от продажи и от деятельности русского радио, которое у меня забрало. Serious Fraud Office – это британское управление по борьбе с крупным мошенничеством, которое занимается имуществом, которое в Англии называют клептократическим. Клептократия – это власть воров. В Англии сейчас довольно сильное движение борцов против коррупции. И английское законодательство позволяет бороться против коррупции, потому что существует не только антикоррупционный закон, но и подзаконные акты. В частности, unexplained власть воры и еще ряд актов нормативных, которые позволяют выявлять коррупционеров. И если говорить о победе Дарьки в суде, как она была представлена в Казахстане, то на самом деле это не победа, это просто перевод, скажем так, гражданского дела в уголовное. Ты мне говорил, что вот этот иск был, от Serious Fraud Office, он был слабым с процедурной точки зрения, да? И именно по процедурным соображениям иск отклонили. Здесь вопрос всегда стоит не таким образом, что вот ты пошел в суд, раз выиграл и все, да? То есть противная сторона подает апелляции, суд продолжается, находятся новые доказательства, открываются новые обстоятельства, да? Даже взять самый известный кейс «Казахгей», который шел более десятка лет, или взять дело по взятке, полученное казахстанскими чиновниками от компании Airbus во Франции, да? Оно до сих пор находится в стадии расследования, еще сюда не дошло. То есть есть много кейсов, которые продолжаются, то есть они находятся в той или иной стадии уголовного преследования, там расследования, доследования, вот, и пока еще, возможно, не дошли до суда, но поэтому мы говорим о том, что необходимо принимать санкции, то есть не рассматривать этих людей в судах или где-то еще, то есть необходимо политическая воля, необходимо принимать санкции против криптократа. Уточню, санкции бывают разные, бывают против страны, бывают адресные, персональные. Какие ты имеешь в виду? К стране это не имеет абсолютно никакого отношения. Те санкции, которые, и лица, которые находятся в нашем санкционном списке, это все частные лица, и говорить о том, что мы боремся против страны, это абсолютно неправильно. То есть мы пытаемся вернуть страну, найти, заморозить и вернуть страну активы, которые в свое время были похищены из Казахстана. Таких активов масса. То есть Лондон, например, в качестве примера очень часто говорят о том, что вот Лондон, там очень много криптократов живет, там очень масса недвижимости, которая была куплена на наворованные деньги. Это правда, но это касается не только Англии. Ровно то же самое происходит в Испании, ровно то же самое происходит в Италии. Ровно то же самое происходит там во Франции. Поиск клептократов в Европе сегодня это не уникальное для одной страны Великобритании явление, а оно почти общее для всех. Ты это хочешь сказать? Конечно. Но сейчас, в отличие от того, как это все начиналось много лет назад, то есть мы лоббировали в свое время и объясняли в свое время здесь на Западе, что необходимо антикоррупционное законодательство, пока в 2014 году Европарламент не принял резолюцию, обязывающую страны Евросоюза имплементировать антикоррупционное законодательство. Тогда стало гораздо легче работать и к тому времени стало стремительно развиваться инвестигейтер-джорнализм. Расследовательская журналистика. Серик, я уточню просто для наших зрителей, кто, может быть, не уловил момент, то есть правильно ли я понял, что мы и наши, ты говоришь, это заграничное бюро казахстанской оппозиции, а главная задача и смысл деятельности, и деятельность, да, это поиск вот этого выведенного из страны богатства. Это не наша главная задача. Это одна из задач, которую мы решаем. У нас нет главных задач. Главные задачи должны появиться у людей, у гражданства общества. Должен появиться запрос на те или иные вещи, в которых мы можем чем-то помочь, решить. Ясно. Много ли людей в вашем санкционном списке? Кандидатов очень много. Но из тех, кто находится в санкционном списке, это люди, по которым мы уже составили так называемый submissions. То есть это такое длинное описание, вернее, краткое описание множества дел, которые мы считаем криминальными. Это касается и отмывания денег, да, то есть это касается и коррупционной деятельности. Мы обращаемся к тем или иным странам, используя то или иное законодательство, которое сейчас существует. То есть в Америке, например, это акт Магнитского, как мы знаем, да, но кроме акта Магнитского, там есть еще масса, вернее, не масса, есть несколько других законов, которые касаются коррупции в корпорациях, то есть по борьбе с корпоративной коррупцией. Это есть несколько законов и подзаконных актов, которые направлены на борьбу с коррупцией. И говорить сегодня мы можем в основном о том, что санкционный список, он растет. Сергей, я даже не буду спрашивать имена из этого списка, и не потому что СУ, а по причине презумпции невиновности. То есть вина человека сначала должна быть доказана судом. Но вот сегодня у нас подробно пойдет речь о другом списке Чатэмхауса, который я приведу полностью, казахстанцев, по крайней мере, 14 человек. Но, пожалуйста, для начала расскажи мне, что это такое за Чатэмхаус и что представляет из себя полный вариант списка. Чатэмхаус, насколько можно коротко сказать, это Think Tank, который работает для парламента Великобритании. Think Tank я сразу буду переводить для наших зрителей. Это что-то вроде аналитического центра. Тот отчет, о котором мы сейчас говорим, он включает в себя не только описание о том, как криптократия влияет на и коррумпирует западные демократические ценности, но и также включает в себя первую версию, скажем так, базы данных о недвижимости чиновников из Центральной Азии. Я зачитаю список казахстанцев, тех, кого Чатэмхаус и начал называться Королевский институт международных отношений, то есть людей, которых эта организация относит к казахстанцам. Тут перечислены объекты, их гораздо больше, чем персонажи в списке. Итак, Дарига Назарбаева, Нурали Алиев, Хурье Перамаа. Вот эта смешная фамилия, она была на слуху несколько лет назад. Ее никто не знал, не то что не видел, мы даже, по-моему, не нашли в гугле никаких упоминаний, но вот она опять всплыла. То есть, видимо, на кого-то была записана эта недвига. Далее, Тимур Кулебаев, большой список объектов, Кайрат Боранбаев, свадда Регина Зарбаевой, а Аль-Султан был покойный, был женат на его дочери Алиме. Шулпан Боранбаева, это, очевидно, супруга, Виктория Ни и Рита Ни. Фамилия у них такая же, как была у Владимира Васильевича Ни, покойного многолетнего помощника Нурсултана Назарбаева, который скончался в 2010 году. Ты не знаешь, Серик, это родственники, Владимира Васильевича? Я полагаю, что это, да, родственники. Но, с другой стороны, мы четко понимаем, что это не полный список, по большому счету, объектов недвижимости. Затем, Камила Ким и Владимир Ким. Владимир Ким, это, очевидно, Казахмыс, да, а Камила Ким, ну, Ким, фамилия такая же распространенная, как Кацанелинбоген, возможно, имеет отношение к Владимиру Сергеевичу Киму, а может быть и нет. Айгуль Нуреева, женщина с таким именем и фамилией, она долго, как долго, несколько лет занимала высокие позиции в списке Форбс Казахстан, я помню, и про нее ходили упорные разговоры, что она была, не прочую, информацию за ее достойность кошельком Карима Масимова. Ты знаешь что-нибудь об этом? Я знаю, потому что она находится у нас в акционном списке, у нас есть большой кейс по Айгуль Нуреевой, ровно так же, как большой кейс по Горелу Масимову. Жанар Калиева, имя и фамилии очень распространенные в Казахстане, кто это такая? Я даже затрудняюсь каким-то образом ответить, потому что, когда меня спрашивают, а вот такой вот, кто такой, но мы точно знаем, что это относится к чиновникам из Казахстана. Затем, Александр Машкевич, это один из основателей евразийской группы, вообще-то он является гражданином Израиля, но, очевидно, Чатам Хаус относит его к резидентам Казахстана, то есть, вот из Троицы Евразийской только покойный Алиджан Ибрагимов являлся гражданином Казахстана, а поток Шадеев был гражданином Бельгии и остается гражданином Бельгии, а Машкевич Израилем. Ну, по крайней мере, один объект у него зафиксирован. И также раз, два, три, четыре, пять, пять объектов недвижимости записан на Мухтара Аблязова. И дальше начинается уже Максим Бакиев, это Кыргызстан. Вот мы перечислили всех людей. Сирик, кстати говоря, позапрошлом году, в декабре, вот помнишь, расследование было на Азатыке как раз по недвижимости членов семьи Назарбаева? Да, это было консолидированное расследование, потому что туда вошло не только собственное расследование Азатыка, но и несколько расследований, которые проводили в частности СССРП. такого рода расследование происходит очень много, то есть мы знаем о большом количестве объектов недвижимости, которые находятся за рубежом и принадлежат тем или иным чиновникам, то есть мы понимаем, что это корруптированные деньги. Селик, пересекается ли список Чатамхаус и список из того расследования, которое было на Азатыке? Да, пересекается, то есть мы в принципе говорим все время об активах, которые находятся за рубежом, но мы четко понимаем, что масса активов, которая является собственностью, в том числе и собственностью Казахстана, причем довольно странно, например, золотовалютные резервы Национального Банка находятся на счетах в зарубежных банках и так далее, и так далее. То есть мы сталкиваемся с массой интересных вещей, которые требуют ответа. И по большому счету есть часть вещей в процессе, которые необходимо и шагов, которые необходимо предпринять не только гражданскому обществу Казахстана, но и правительству Казахстана. Поэтому много здесь огромное поле для работы. То есть если завтра казахстанцы решат, да, давайте мы вернем эти деньги, это никак не случится в одной части. Я вот прочитал этот доклад Четамхаус и обнаружил для себя удивительные вещи. Вот эта организация, которая иначе называется Королевский институт международных отношений, она называет Великобританию удобным домом для грязных денег. Хорошо, вот этот список вышел, он же не только по Казахстану, там Россия, Кыргызстан, есть и другие страны, да, вот опубликовали, а что дальше, пойдет он в правительство, он в парламент, куда, куда этот список, и что он должен сделать, и что он предназначен сделать. Чатом Хаус в данном случае выступает как публичная площадка для гражданского общества Великобритании, и сейчас предпринимаются дальнейшие шаги для того, чтобы правительство Великобритании, в частности Министерство финансов, в частности парламент, возможно, приняли какие-то шаги для того, чтобы эту проблему начать решать, потому что проблема коррупции чиновников, мы далеко не ходим за примерами, тот же самый Тони Блэр, те же самые лорды, купленные Казахстаном, это уже зашкаливает на сегодняшний день в Великобритании, и начинает влиять на простых британцев, то есть они не могут себе позволить ни дом, не купить дом по ипотеке, ни квартиру, я уж не говорю о том, чтобы в Лондоне, даже в пригороде Лондона, цены растут только благодаря тому, что туда стекаются грязные деньги со всего мира и вкладываются в недвижимость Великобритании. Я думаю, это только первые шаги гражданского общества Великобритании в отношении криптократов со всего мира. Серик, я немножко суммирую то, что ты сказал, то есть Четам Хаус, это не собственно некое расследовательское агентство, оно просто аккумулирует расследование различных групп из журналистских, правозащитных, вот, очевидно, и заграничного бюро оппозиции Казахстана, да? Они не аккумулируют, они предоставляют площадку, на которой, если они считают ваше, в частности, вот это вот расследование они считают важным, то они предоставляют площадку для того, чтобы эта группа расследователей была услышана. Значит, деятельность таких организаций, как Четам Хаус, она вызвана не только гуманитарными соображениями, что там правда, ничего кроме правды, должно быть, правда это самая отвратительная пилюля, ее надо сожрать, чтобы выздороветь, то есть совершенно рациональные житейские мотивы для этого, что скупка недвижимости олигархами, клиптократами из стран восточной Европе, из Евразии, она задирает цены на недвигу и простым британцам, ну как простым и непростым тоже, она становится вообще недвижимость все более и более недоступна. Я правильно тебя интерпретировал? Да, 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 Меня знаешь, что вот еще поразило? Вот если все эти расследования будут доведены до конца, это же нанесет сильнейший удар по устоям вообще монархии, да, потому что здесь же было встречное движение сторон, не только бабки везли вот из таких стран, как Казахстан туда, да, а их же с готовностью принимали. Вот расскажи, пожалуйста, об этом, кто обслуживал, а кто был бенефициаром вот этого добра вывезенного из стран постсоветского пространства и других. Но там, не так, как себе люди представляют, то есть никто в чемоданах деньги не везет. Существуют британские острова, BVI, которые являются офшорной зоной, и вы можете приехать, даже не приехать, заплатить деньги, вам откроют компанию, и вы практически не будете платить налогов, и, скорее всего, ваше имя будет закрыто другими именами, то есть вас не будет видно ни как учредителя компании, ни как бенефициара этой компании. И вы можете перечислять, этим, кстати, пользуются практически, я не скажу, что все, но огромное количество людей, ворующих деньги, приводящих их сюда на запад. Потом эта офшорная компания покупает вам недвижимость в той же Великобритании, и вас вроде бы вообще не видно, то есть есть дом, есть вы, вы в нем живете, при этом не являясь никаким не владельцем, невозможно проверить владелец ли вы на самом деле. Сейчас это уже прекратилось, то есть реестры собственников, конечных бенефициаров недвижимости, они становятся открытыми, и поэтому возможно и нужно проводить расследование в этом отношении, и многие вещи, они облегчены, скажем, для журналистов-проследователей, то есть это и открытые источники данных, и те же самые реестры недвижимости, то что касается клиптократов, которые пытаются отмыть деньги на западе, естественно, там будет огромное количество помощников, кроме всего прочего, то есть это будут адвокаты, это будут консультанты, это будут люди, которые понимают, как это все работает, и как это все обойти. Помогайте по-нашему. Да, в том числе это будут лоббисты, которые будут обеспечивать вам политическую крышу, для того, чтобы завтра за вами не пришел северный фраут офис, то есть такие люди называются привратниками здесь на западе, и с ними тоже начинают бороться, то есть вот эти услуги по отмыванию денег, когда по консультации такого рода деятельности, они начинают подпадать под уголовные статьи. Я думаю, что в скором времени так и произойдет уже на законодательном уровне, и тогда станет гораздо сложнее скрывать эти деньги, отмывать эти деньги здесь на западе. И главное, что все эти активы никуда не деваются, то есть даже если ты украл какие-то деньги, спрятал здесь на западе, рано или поздно они найдутся. Объективно смотрится так, что вот деятельность вот этих расследований и вашего замгран-бюро как бы ситуативно сейчас совпадает с тем, что говорит президент Такаев, что он сказал вот своей зубодробительной, ну для него конечно, речи перед мажилисом 11 января. Но объективно это же так, или есть какие-то детали. Все, что он объявил, то есть политические реформы, экономические реформы, они лежат в правильном ключе, и это ровно то требование, которое сейчас существует у митингующих. Поэтому если даже политически не поддерживать саму фигуру Такаева, то те реформы, которые он объявил, необходимо поддержать, необходимо требовать от правительства выполнения этих реформ, необходимо требовать от парламента выполнения этих реформ. И на мой взгляд, то есть гражданское общество в любом случае, то есть оно не может существовать в вакууме, оно тем или иным способом будет взаимодействовать с властью. Поэтому создание комиссии, именно создание комиссии совместно с гражданским с гражданским обществом это одна из первых задач, но я так вижу, то есть Такаева. Второе это то, что ему просто необходимо выслушать все предложения и все требования людей, которые вышли на мирные митинги, и в данном случае мы говорим о том, что мы призываем к тому, чтобы Такаев повернулся лицом к народу, чтобы он обратился к казахстанцам и прекратил только делать ставку на передел власти, внутри самой власти, то, что мы сейчас Я имел ввиду более узкий аспект, я его проговорю еще раз. Концемжимар Тукаев говорил о том, что благодаря Ельбасе, первому президенту, некоторые люди стали богаты даже по западным меркам, сильно богаты и много компаний и так далее. В логике этой фразы и поиск вообще вывезено в добра. Готова ли зарубежная оппозиция, если вдруг такое случится, если к ней обратиться публично или не публично кто-то, администрация президента, помогать с информацией на этот счет? Мы имеем несколько прецедентов возврата репатриации активов в Казахстан. В частности, это было сделано в свое время, когда репатриировали часть денег, полученных в рамках Казахгейта, то есть репатриировали через фонд Бата. Это была такая отдельная большая история, да? 84 или 86 миллионов долларов. Да. И вторая часть этих денег, порядка 40 миллионов долларов, также была репатриирована через Всемирный банк, но по дороге эти деньги были расхищены так называемой ГОНГ, то есть Government Organized Non-Government Organization, то есть это правительственные, неправительственные организации, это регионы Азербайджанского. Правительственные ориентированные неправительственные организации, да? Да. На самом деле эти организации были созданы только для того, чтобы пилить гранты и эти 40 миллионов в конечном итоге они вернулись обратно в карман госпожи Азербайера. Поэтому говорить о том, что сейчас необходимо немедленно вернуть деньги в страну, об этом речи не идет. То есть мы говорим о том, что эти активы необходимо заморозить до тех времен, пока в стране не произойдут реальные политические перемены, не будет создана реальная законодательная база для возврата этих активов. Поэтому если завтра мы начнем работу именно в этом направлении, то есть мы готовы к сотрудничеству, мы открыты к сотрудничеству. К сожалению, ведь мы не с этим правительством. Сергей, ты сказал, что вы поддерживаете Тукаева экономически, но не поддерживаете политически. Например, у нас в течение 2019 года мы неоднократно предлагали, писали программы выхода из кризиса, но к сожалению нам как гражданскому обществу не удалось подготовиться и совместно выйти на выборы у нас есть серьезная программа модернизации экономики страны, у нас есть даже проект конституции этой страны, потому что то, о чем говорил Такаев, о новом общественном договоре, в реальность это и есть необходимость новой конституции, которую нужно принять для Казахстана, чтобы мы могли двигаться дальше. Потому что многие люди сейчас начинают понимать, что на самом деле все эти экономические требования имеют политическую основу, а политическая основа упирается в законодательную базу, в законодательную базу упирается в старую конституцию, в которой уже некуда абсолютно не годится. Серик, следующий вопрос будет касаться репутации. В последнее время я заметил одну интересную вещь. При ранешнем режиме институт репутации в Казахстане практически отсутствовал в верхней тундре. там было что называется по поговорке хоть сыр в глаза все божьи роса. Можно было писать и доказывать. Просто ноль внимания в упор ничего не видели. Но в обществе этот запрос сохранился. а вот в эти январские события он наоборот обострился. И я заметил, что если человек сообщает достовернейшую информацию, но у него бэкграунд многовекторный, то начинается сомнение в самой информации. Вот такой вот парадокс. Поэтому уж извини за вопрос, среди политической оппозиции казахстанской, которая живет за рубежом, много разнообразных людей. Есть Мухтар Аблязов, Виктор Хрупунов с Лейлой Бекетовой, есть Кижан Кожигельдин, бывший премьер-министр Казахстана, есть Бергей Раскалиев, экс-аким от Ираусской области. Вот ты к какой группе относишься или с кем ты связан или ты сам по себе? Я представляю Заграничное бюро оппозиции Казахстана и мы как организация открыты абсолютно для всех. И в принципе мы выполняем функции, чтобы было понятно. Дефакт мы выполняем функции Министерства иностранных дел для оппозиции. И если говорить о том, с кем мы работаем или кто к нам обращается, то мы в принципе работаем практически со всеми здоровыми силами в оппозиции. Но слово оппозиция сейчас такое немножко имеет другое смысл, то есть негативное. Поэтому мы говорим о гражданском обществе, мы говорим о гражданских активистах, мы работаем с незарегистрированными партиями, мы работаем с движениями, мы работаем с НПО, с отдельными активистами и стараемся помогать им тем, чтобы их голос был здесь на Западе услышан. Чтобы на Западе люди представляли, особенно там, где принимаются политические решения, люди представляли реально то, что происходит внутри страны, не просто на уровне аналитики, а от тех, кто участвует в этом процессе непосредственно в стране. Спасибо за информацию, но из нее ничего не стало ясно. Если вы Министерство иностранных дел, то это должно быть правительство в изгнании. Такового нет. Можно набрать из людей, которые живут за границей, правительство в изгнании, мы даже как-то об этом писали еще в газете «Время», можно набрать правительство в тюрьме, вот, но ты скажи, какому оппозиционному клану ты тяготеешь? Вот, у тебя есть какие-то контакты, связи с Мухтаром Облязовым, допустим? Мы его приглашали, мы и его приглашали, и его людей несколько раз приглашали на те мероприятия, которые проходили за рубежом. Мы открыты для всех, поэтому говорить о том, что мы тяготеем к той или иной группировке, и слово группировка, мне кажется, не очень удачное по отношению к зарубежной оппозиции. Местечковое правительство. Селик, мы с тобой сотрудничали на базе информационного обмена еще, когда я работал главным редактором Форкс Кезет. Ты мне предоставлял очень интересную информацию. Я помню, что ты лично был в очень сильных контрах с Облязовым, Якиржан Кожигельдин тоже. Разве не так? Мы не можем быть в контрах ни с кем. Здесь вопрос уже стоит о том, что конечная цель у нас у всех одинаковая. Мы хотим демократические изменения в стране, мы хотим политические преобразования в стране, мы хотим в конечном итоге экономические реформы в стране, кроме всего прочего. Поэтому говорить о том, что мы работаем с этими, а вот с этими не работаем, у нас такого нет. Но с другой стороны, надо четко понимать, что люди, которые движутся с нами параллельно, у них свои задачи, они решают свой круг, у них свой круг вопросов, у них свои задачи, и очень часто они пользуются гражданским обществом Казахстана просто как инструментом для достижения своих целей. У них нет цели принести в Казахстан реформы. В процессе мирных демонстраций, которые прокатились по всей стране, к сожалению, сторонники ДВК оказались по большей части в роли провокаторов. Если на Западе удавалось каким-то образом изолировать, либо пресекать их действия, то в других городах этого, к сожалению, не случилось. То есть у мирных мы же четко понимаем, что у людей, которые вышли на демонстрации, у них даже если есть политические требования, есть экономические требования, но они не радикалы, они не террористы, которыми хотят представить. Это люди, которые не склонны к насилию или к жестокости. То есть люди вышли на мирный митинг. Поэтому мне, к сожалению, нечего сказать, кроме того, что не поддавайтесь на провокации. Хорошо. Я все-таки резюмирую, что на мой субъективный взгляд в нынешнем, в сегодняшнем Казахстане любой митинг может быть спровоцирован на какой-то совершенно неправильный кипиш, который выйдется в нечто подобное, что уже было. И закон о мирных митингах в Каукаевске, он, увы, не работает. Серик, допроясню все-таки. Ты просто об этом не хочешь говорить, но я понял твое отношение с Аблязовым. Проясни мне еще такую ситуацию. Как-то я видел тебя на одной фотографии с Бергеем Раскалиевым. она была по-моему из Парижа. Вот. Что это за встреча? Потому что опять же на мой взгляд Бергеем Раскалиев это точно такой же как все был. Не прояснена его роль допустим в Жараузенских событиях 11-го года. Писали, что у него до сих пор есть влияние в Атараусской области, где он был Акимом. Как-то оказался с ним в одной компании? Мы организовывали приезд казахстанской делегации. Это было да, в Париже. Это было как раз перед президентскими выборами. Мы пригласили довольно много организаций, которые представляют гражданское общество в стране. Это были представители ОСДП на тот момент. Это были представители других движений, незарегистрированных в том числе движений. И части этого мероприятия по тому, чтобы делегация из Казахстана прибыла в Париж, была плачена Горгейм. Здесь никаких секретов нет. То, что он финансово поддерживает такие поездки, об этом говорилось немало. и скажем, мы как загранбюро не являемся ни донорами, не занимаемся финансовой поддержкой, но очень часто мы обращаемся к людям для того, чтобы они поддержали тех, кто реально занимается гражданскую позицию, и у них есть реальные какие-то проекты. Напомни, кому Бергей оплачивал поездку. Я не знаю, мы не касаемся финансовой части. Мы знаем, что финансовая часть оплачена. Кто из казахстанских граждан ездил на эту встречу? Это не секрет, просто нужно поднять материал. Там было очень много людей, около 20 человек. Кстати говоря, еще один вопрос по Бергею. Ты помнишь историю 20 года, когда Бергей же где-то в 14 году бежал из Казахстана. То есть наши северники делали вид, что его разыскивают, а он даже не делал вид, что прячется. Его заучные приговорили, затем его брата Аманжанер искали его к 17 годам лишения свободы, брата к 16 но в 20 году в конце мая если не ошибаюсь генеральная прокуратура вынесла кассационный протест на приговор суда и постановила, что Бергею Рускалиеву нужно вернуть конфискованного имущества часть, поскольку он его нажил не будучи госслужащим, то есть до какого-то года. то есть это совершенно был юридический нонсенс, от которого все тут офигели, ну кто понимает о чем идет речь. И в конституционной протесте даже была названа сумма 13 триллионов долларов и она потом фигурировала в постановлении даже Верховного суда. Вот пока блин уже все тут кричали про эти 13 трюликов как их еще назвать, пока они в конце концов не исправили. Вот что это было? Ты можешь объяснить? Я скажу честно, что то, что происходит в Казахстане, то, что происходит скажем в Министерстве внутренних дел, либо Министерстве иностранных дел, либо Министерство юстиции очень часто пытается предпринимать какие-то шаги в отношении людей, бежавших из страны. Это все делается не с целью того, чтобы вернуть эти шаги, либо каким-либо образом вернуть средства похищенной страны, да? Это не относится к Дергею, кстати. В первую очередь Министерство юстиции занимается тем, что они осваивают бюджетные деньги, выделенные. То есть задача состоит не в том, чтобы кого-то поймать или вернуть, задача состоит в том, чтобы распилить то, что есть. То, что чиновники воруют и пытаются воровать на любом процессе, который происходит, на правильном, неправильном процессе, который происходит внутри страны, это вообще известно. Поэтому говорить о том, что об удивительной истории возвращения активов Бергея Рыскалиева, зная, например, о том, что Бергея Рыскалиев прошел, и здесь на Западе прошел суды, и суды вынесли решение о том, что, да, его имущество не является коррупционным, да, и при этом, зная нравы казахстанских чиновников, ну, то есть могло произойти все, что угодно. Здесь, как бы, комментировать особо ничего. То есть можно просто сидеть, кушать попкорн и следить за процессом. Все. В Казахстане давно истаяли все иллюзии насчет честности и неподкупности английских судов, потому что они принимали очень противоречивые решения. Мягко говоря, сейчас не будем пускаться. То есть мы зафиксируем, что к нему нет претензий. Просто по поводу той касации в Казахстане ходил упорный хабар, что Бергеев Скалиев поймал на какой-то крючок Назарбаева. То ли на Капрама, то ли на каких-то родственных. Эта история тоже широко известна. Просто мы говорим о том, что тогда, когда Назарбаев посетил Лондон, значит, здание, то, где находилась семья Назарбаева, то есть Асель, его жена, было окружено сторонниками Бергея, и в конечном итоге они получили интервью у самого Асель о том, как ей живется в семье Назарбаева. Я так полагаю, что это и было предметом торга. Возможно. То есть здесь можно строить только концеприологическую теорию. Да, примем как версию, а не доказанный факт. Селик, вот такой вопрос сложный у нас вот выступал у меня Петр Владимирович Свояк, он говорит, надо страницу перевернуть и забыть все, что произошло, да, я думаю, что, блин, если ее сейчас перевернуть, это будет потом обязательно рецидив. Если посмотреть на события, произошедшие и происходящие в Казахстане со стороны, то можно сказать и посмотреть с точки зрения того, что, например, Назарбаев мертв, политический мертв, то есть он уже не является консолидирующей силой для людей, находящихся во власти, то все события становятся логичными и понятными. То есть это передел власти внутри самой власти. и говорить о том, что да, вот мы сегодня отправили в отставку правительство Мамина, наняли другое правительство и быстро сделаем реформы, абсолютно нет. То есть необходимы новые люди, необходимы люди, которые понимают, как преодолеть этот кризис, необходимы люди, которые понимают вообще, как работает экономика, если мы говорим об экономике. Необходимы представители самых широких слоев гражданского общества с их требованиями, да, потому что есть масса вещей, которые необходимо уже решать именно сейчас, то есть не дожидаясь завтра. Такая, если он собирается работать дальше и с исполнительной ветвью власти, ее необходимо провести через иллюстрацию. Если такая собирается проводить в жизнь реформы, то ему необходима еще поддержка законодательной власти. То есть ему необходимо просто разместить партию Нуратан и провести новые парламентские выборы. насчет Нуратана я с тобой согласен, насчет иллюстрации у меня очень большие сомнения, потому что я видел, как видел и узнавал у людей, как это в Украине произошло, где просто необходимый административный аппарат лишился специалиста совсем. потом потом на их смену пришли балбесы, с которыми сейчас имеет дело Зеленский. Серег, такой вопрос, будет ли постоянно мешать то Каеву то обстоятельство, что он отдал приказ открывать огонь на поражение? Это бесспорно, это требует своего расследования, потому что такого рода приказ люди не должны были исполнять этот приказ, я не могу оценивать никак, потому что это мне даже представить, как стоять перед таким невыносимым выбором, но просто я понимаю, что если открываешь огонь на поражение, то гибнут вот в первую очередь невинные. Уже столько информации, когда люди были застрелены просто так. Но смотри, вот Ельцин расстрелял Белый дом, ему это не то, чтобы сошло с рук, но он остался в истории в общем неоднозначным, но и неоднозначно черным персонажем. То есть все-таки помнишь, что он пришел дать России волю, потом другой человек ее забрал. На будущее оно будет решающим все-таки фактором или как-то Тукаеву удастся его чем-то сбалансировать, чтобы эти жертвы были не напрасны. Хотя, конечно, ничто не может стоить человеческой жизни. В первую очередь необходимо провести независимое расследование тех событий, которые произошли. Естественно, необходимо компенсировать людям, потерявшим своих близких родных. Чем ты это компенсируешь? Ничем. Но мы же говорим о процедурных вещах. Мы же не говорим о чувствах. Я всегда говорю о чувствах. Селик, будем завершать интервью. Наверняка о многом не поговорили, но и о многом поговорили. Может, что-то хочешь сказать напоследок нашим зрителям? Я хотел сказать напоследок твоим зрителям о том, что сейчас во время развития технологии, во время столь широкой доступности информации, очень важно развивать в себе критическое мышление. Это подразумевается не критика в отношении всех и вся, а скептически относиться к той информации, которую вы получаете. Периодически хотя бы ее проверять. Потому что все факты сейчас проверяемые, все вещи, о которых вам рассказывают, они практически все проверяемые. Легко причем я имею проверяем. Поэтому будьте критическими и с критическим мышлением и оставайтесь здоровы. Рахмет Селик, очень хороший совет. Дорогие зрители, вы подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, можете дизлайки, но их YouTube все равно не показывает, так что лучше лайки. Пишите коменты, сейчас практически к каждому ролику у меня больше тысячи комментов и делитесь ссылками на это видео. Что касается донатов, на ваше усмотрение, реквизиты в описании. На этом я с вами ненадолго прощаюсь савон издар. Редактор субтитров Корректор Корректор